Всем привет! Сегодня я бы хотела показать, как я веду свои трубочки. У меня здесь вот такой силиконовый коврик. Он дает хорошую сцепку бумаги и спицы, что плотно помогает накручивать. Трубочку делает плотно. Я уже немножко покрутила. Думаю, надо записать видео. Труб кому-то будет полезен. Видео очень много на ютубе. Я покажу, как я это делаю. Здесь у меня нарезана бумага. Полоска у меня здесь 10,5. Это широкая полоса считается. 10,5. А в спицу я взяла такую экспериментальную единичку. Трубочки получаются такие. Они достаточно плотные, то есть не полые. Но в то же время они небольшие за счет того, что внутренний диаметр всего единичка. И когда накручиваешь прям, ну вот я бы сказала, что они прям такие какие-то массивные. Абсолютно. То есть такие хорошие. И по качеству они такие довольно приятные. Мне прям нравится. Вот. Так. Значит, я вот беру всю мою бумагу, да, полосу. Прикладываю спицу под острым углом. То есть вот это не вот так, да, не 45, давайте вот максимально. Там прям остренький угол такой, прям уголок, краешек. Захватываю. И слежу, чтобы спица у меня вот этот вот градус сохраняла по всей длине, да. То есть я вот так веду, 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 веду. И вот она у меня здесь подкручиваю. Кончик клеем ПВА. И вот так получается здесь у меня ПВА. Я кручу свой прутик. И вот излишки у меня остаются на пальчике. Все. Таким образом у нас кончик не пачкается, да. То есть когда вы будете красить трубочку, в дальнейшем у вас не будет белой такой полосы. То есть кончик будет достаточно равномерно прокрашен. Вот. Ну в принципе. И скрутка получается небольшая. То есть буквально сантиметра два. Когда вы держите, вот сохраняете такой угол. Поэтому следите за углом, за натяжением. То есть вот здесь так сцепили. И ведете аккуратно, аккуратно. Одной рукой натягиваете, второй ведете. Одной контролируете натяжение, второй вот так доводите. Прокручиваем. Излишки остаются. И вот таким вот нехитрым способом мы готовим нашу лозу. Есть многие мастера, кто крутит на весу. В принципе, на весу тоже я пробовала. Ну, неплохо, но, вполне, оно медленнее, что ли. Ну и как-то удобнее все-таки вот на столе, лично мне. Есть еще мастера, которые крутят на шуруповерт. Вот на шуруповерт я не пробовала крутить. Ничего не могу сказать. И те, кто крутит, прям очень хорошие отзывы. То есть они спицу закрепляют в шуруповерте. И там как весь процесс, как на весу напоминает действие. Шуруповерт, то есть сам вам не надо контролировать, то есть вам не нужно докручивать, да? Он за место вас это делает. Вы только контролируете натяжение. Вообще, правильная лоза, она должна быть плотной, не рыхлой, да? То есть она прям такая, не должна быть супер полой внутри при плетении, чтобы вот трубочка у нас не была, не сплющивалась, не становилась плоской. Ну, то есть каждый виток, он должен ложиться плотно. Поэтому нужна какая-то нескользящая поверхность. В моем случае у меня силиконовый коврик для выпечки, да, для раскатки теста. Вы можете взять кусок линолеума или какую-то деревянную поверхность. Есть, конечно, специальные такие коврики, они, по-моему, там называются строительные, что ли, если я не ошибаюсь. Они идут с непрорезающейся поверхностью, ну, какой-то специальный материал. То есть они вот такие напоминают силикон или резину, но сам материал, он самовосстанавливающийся. То есть если вы что-то там на нем отрежете, не будет порезов. Ну, тоже вот он. И разметка там идет классная. Вот что там, что еще такой вот плюс есть, это, конечно, разметка. Вот, так что... Смотрите, что у вас есть доступная ванда. Удобная вам, да? Тем не пользуйтесь. Ну, главное, чтобы была хорошая сцепка. Потому что, как только трубочка прокрутилась, то есть вы начинаете ее скручивать, если она как-то соскочила, все, эта трубочка уже не пойдет. Она будет или полой, или выехлой, или витки будут не такие. Поэтому обращайте на это внимание. Судейте, контролируйте. Вот. Я взяла... До этого у меня... У меня был просто обычный строительный клей. Я взяла... Мне попался луч клей. Все его хвалят. Многие мастера, если это хорошая, качественная поделка, то в дальнейшем при покраске трубочек скрутка не будет раскручиваться. Если это хороший луч. Ну, посмотрим. Не знаю. Первый раз пробую, что получится. Сейчас не могу сказать. Многие запасы потерпались, лозы. Так что... Закрутила. Я немного вот так подкручиваю, подтягиваю, чтобы оно еще плотнее было. И... Готово. И... Готово. было привычки. Со временем, конечно, темп. Будете прям на ощупь понимать, что какая у вас лоза качественная, некачественная. Получилась, не получилась она у вас. Ну, это все дело, конечно. Только практики. Скажем так. Как только вы первую тысячу свою накрутите, вы уже маломайски будете иметь представление. Накрутите и сплетете. Вот сплетение, как это, глаза, тоже поймете. То есть, вы почувствуете, где она у вас полая, где-то, как себя она будет вести, какой для вас оптимальный вариант ширины полоски. Ну, в принципе, я сейчас вот 10,5. Я довольна этой полосой. Лочки получаются такие хорошие лоза. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Я сейчас накрутила и покрасила. Вот еще не пропитывала. Просто я сегодня покрасила их морилкой. Прям совсем я взяла сколько? 7 сантиметров ширина полосы. И спицу единичку крутила. Они прям такие тоненькие-тоненькие. Трубочки получились. Прям воздушные. Я теперь сижу и не знаю, какое изделие плести. Хочется прям что-то такое ажурное, легкое. Ну, прям, такими тоненькими трубочками, чтобы было что-то невероятное. Вот не знаю, что сплести. Ну, думаю, когда выйдет видео, я уже определюсь к тому моменту. Наверняка у вас плету что-то. Так что, ну, пока я в раздумьях. У меня есть пару вариантов. Я пока не знаю, что именно буду плести. Еще что-то ажурное. Так, у себя в голове у меня есть парочка идей. Что сплести. Я бы, конечно, очень сильно хотела выйти в эфир. Но в эфир я могу выйти только со своей страницы в Инстаграм. Сейчас, к сожалению, в Ютуб я еще пока не могу вести прямые эфиры. Потому что у меня нет тысяч подписчиков. Точнее, могу вести, но с компьютера. Мне там не очень удобно плести, точнее, ну, плести, крутить перед монидором. Поэтому, как только на моем канале наберется тысяча подписчиков, я буду выходить в эфиры. Это прям очень удобно. И живое общение. Можно сразу там какие-то вопросы ответить непосредственно. Живое общение и удобная запись. Так раз что-то захотелось какой-то момент определенный показать или полностью весь процесс. Вышел в эфир и не надо потом мучиться с монтажом, с такими какими-то обрезками видео. еще чуть-чуть. Вот такое условие у Ютуба, что прямой эфир с телефона можно выходить, только если у тебя тысяча подписчиков. вот так и никак иначе. У меня есть полоски 7 сантиметров. Многие мастера плетут 7-9 сантиметров. Это прям совсем тоненько. Я посмотрю, как оно в изделии будет. Я такими тоненькими, конечно, такой тонкой лозой еще не плела. Посмотрим, как это будет выглядеть в изделии. Может мне наоборот сейчас понравится и все. Буду плести тасюсенькие. Их прям плетешь, 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 кажется, ну вот лозу это делаешь. Кажется боженькие. Прям думаешь, столько ты ее наплела. Берешь, а то там немного, думаешь, что нет, ну сколько там. Учок такой прям тасюсенький, а там уже 100 трубочек. Я обычно все свои пучки сразу в лозу складываю по 100 штук. То есть пачки у меня, да, я обычно резинку. В пачке у меня 100 штук, чтобы можно было удобно ориентироваться, следить за расчетом, сколько лозы у вас ушло на плетение. Ориентировочно хотя бы я прекрасно понимаю теперь, сколько у меня на ту или иную козетку уйдет. Поэтому я по 100 штук делаю. Скручиваем. И вот прям 100 штук из полоски 7 на спицу 1. Там прям не верится, что в таком объеме 100 штук может быть. А, и все. Ну давайте я на этом примере покажу. Смотрите, тоже такой важный момент. Если вы только начинаете работать с бумажным узором, вы должны подготовить правильную бумагу, да, свою. То есть вот вы взяли бумагу. Я обычно беру А3. Расскажу сейчас, почему я именно А3 форматом беру, а не А4. У бумаги есть направление, то есть направление волокна. Как это проверить? Нужно резать по направлению. Смотрите, если я начну рвать бумагу по этому краю, она рвется, видите, неровно. То есть вот такой вот неровный край. Это значит, что у меня, значит, направление волокна идет не поперек, а вдоль. Значит, если мы будем рвать так вдоль, видите, срыв идет такой прям ровненький, ровненький. Значит, волокно располагается вот так. В этом моменте вот что главное, да, то есть вы нарезаете по направлению волокна. То есть если у вас вот так волокно идет, вы вот так его и режете. Если вы возьмете пачку А4 и, допустим, там будет поперечное волокно, то у вас просто это будет, ну, бракованная пачка, вы не сможете накрутить трубочки. Или сможете накрутить, но они прям будут, ну, представьте, да, А4, ну, то есть совсем махонькие, крохотные трубочки. Ну, конечно, их там можно накрутить куда-то или в подделке, или вот на спицу один сантиметр, там где-то прям в кукольное какое-то плетение, да, или там в ажурчики прям совсем-таки маленькие, ну, то я даже не знаю где. Я бы таким, я просто не заморачивалась бы на такое, потому что, ну, это прям совсем кропотливая работа. А в этом формате, конечно, помогает А3 в такой проблеме, потому что как бы вы ни взяли, если вы возьмете А3, у вас получится, значит, волокно продольное, да, то получится такие достаточно длинные, длинная лоза, ну, что, в принципе, тоже удобно, хотя нужно здесь уже, конечно, брать при обработке какую-то тару, емкость, да, чтобы она была нормального размера, то есть чтобы вы свою лозу могли положить и обработать там без проблем. У меня лично пока такой тары нет, у меня есть вот тара под мои 30 сантиметров трубочки, поэтому мне в этом плане удобно, конечно. Вот я несколько раз брала А3, и вот у меня попадалось именно продольное, да, сечение, и поэтому я вот так их разрезаю, то есть вот так это выглядит формат А3, ширина. Я вот прямо на ширину эту режу, и получаются трубочки 30 сантиметров. Поэтому всегда не прогадайте, если будете брать формат А3. В любом случае, неважно какое у вас там будет сечение, да, продольное или поперечное, все равно у вас получатся классные трубочки. И длина, либо супер длинная, да, то есть тоже классно, что не надо там, допустим, если это стойкие основания что-то наращивать, сразу у вас будет длинная лоза. Ну, то есть немножко нужно посмотреть, и то даже если у вас нету такой там прям тары, да, под 40-45 там, по-моему, выходит лоза сантиметров. Вы всегда ее можете кисточкой с двух сторон, да, прокрасить. Даже, ну, выкрутиться как-то, или просто взять какой-то хозяйственный тазик, да, или там уже или искупать ваши трубочки, или кисточкой прокрасить. Вот. Тоже такой важный момент, поэтому следите за волокном, то есть за направлением волокна, потому что если вы порежете ваши полоски не по направлению, у вас потом трубочка просто крутиться не будет. Видите, это веду. Сейчас многие заказывают, то есть есть прям люди, которые занимаются поставкой бумаги, их не так тяжело найти в Инстаграме, в том же самом интернете, то есть они вам уже нужной ширины нарежут и вышлют посылку, да, бумаги, какой вам надо, и, соответственно, там будет нормальное расположение волокон. Поэтому, если вы не хотите с этим заморачиваться, вы можете найти в Инстаграме людей, и они вам по размеру вышлют, нарежут и вышлют бумагу уже готовую, то есть вам останется ее только накрутить и обработать, да. Можно в типографии попросить сразу на месте, но я дома какие надо размеры, в принципе, у меня не напряженная. Я дома нарезаю то, что не надо, какую ширину. Можно попросить в типографии, конечно, это все дело сделать. Главное следите, чтобы угол оставался острым, чтобы у вас не было скрутки кончика, да, на пол трубочки. Сейчас кончик все равно срезается, и он срезается как бы обычно заранее, поэтому всегда кончик остается прям прилично вместо скрутки. И вот таким вот способом я кручу свою лозунь. Не знаю, мне прям все этапы обработки, накрутки, нарезки, мне прям все нравится. Многие кто-то не любит вот скрутить эту лозу, да, не знаю, прям каждый этап плетения доставляет удовольствие, что лозу готовишь, когда это вот тоже такая манипуляция с бумагой. Он меня лично успокаивает, да. Потом подбираешь оттенки эти все, обрабатываешь, готовишь все всякие пропитки, составы, чтобы оно было максимально качественно. То есть у меня нет такого этапа, что, ай, быстрей бы сделать это и начать плести. Не люблю я там тоник, люблю я там. Прям каждый этап душевненько так прорабатывается. Главное любить то, что ты делаешь. Это действительно важно, чтобы не было раздражающих факторов. Когда делаешь то, что любишь, это получается хорошо. Ну или, по крайней мере, если в начале пути, это не даст вам остановиться, да. Если вы любите это дело и у вас что-то не получается, именно любовь и горение этим занятием вам помогут изучать, продвигаться, не останавливаться, скажем так. Ну, в принципе, это все, что я хотела рассказать о том, как я кручу свою лозу. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите комментарии, я с радостью отвечу. Узнаю и обязательно расскажу. Все. Надеюсь, это видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне приятно очень. Так что, всем пока-пока.